Жители дома 53 на улице Энгельса крайне возмущены. Причиной волнения стал слушок о том, что в их дворе, прямо под окнами детского сада, школы и жилого дома, планируется строительство 14-этажки. Мы, квартиросъемщики дома 53 по улице Энгельса, собрались сюда, чтобы выразить протест по поводу строительства 1-подъездного 14-этажного дома, который будет осуществлять МОЗ «Энергострой». Второй директор Ашаков Владимир Владимирович, свет, который в наших квартирах до 11 часов, он будет загорожен этим 4-этажным домом. То есть света у нас вообще не будет в квартирах, особенно первые два подъезда. Судя по названию, столичный застройщик с пенсионерами, проживающими в этом районе уже по 40 лет, совершенно не церемонится. Вышел из дома, было 8 человек, приехали на черных мерседесах, стояли вон там. И у них я остановился, они никакого на меня внимания, а сказали, будем строить здесь дом. Вот. И один такой высокопоставленный, полный мужчина, я не знаю его фамилии, он сказал, жители мы отстраним, они никакого у нас веса не поимеют. А вот насчет школы вам придется воевать. Совершенно не ясно, что движет хозяинам будущей стройки, почему он выбрал именно этот пятачок с детской площадкой. Ведь в сотне метров от этого места стоят общежития, признанные аварийными. Сноси до строй. Так не с голубятина начинать, а с того конца. Там стоит помойка, там страшное дело. Вы сносите за месяц, за 9 вы лепите, рожаете дом этот. Дом рожаете. 54 квадратных метра, там 14 этажей. И начинаете оттуда ехать. Почему вы отсюда-то начали? Значит, тут никого не выселять. Они хотят влезть сюда. Тут школа, тут детский сад, тут пенсионеры. Мы со светом, лампочкой леча, вот утром. Вот видите, деревья нельзя вот у нас. Все, ни свету, ничего. Но местные жители сдавать свои позиции не собираются. Они уже написали письма счастья в администрацию, префектуру и местному депутату. Теперь планируют поход к главному архитектору города и к губернатору. Вот никак не могут дать людям на старости лет спокойно пожить. Все у них норовят отобрать. И воздух, и зелень, и солнечный свет. Остается лишь надеяться, что ситуация разрешится по закону, а не по принципу «ты мне, я тебе», который так хорошо себя чувствует в наших кабинетах власти.